Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы продолжаем беседы о книгах Ветхого Завета, которые в особенности важны, ну, все книги, конечно, важны, но вот некоторые чаще читаются на богослужениях в церкви, например, из Паремии, то есть отрывки из книг Ветхого Завета, из книги пророка Эзекииля. Вот сегодня немножко поговорим о этой книге пророка Эзекииля. Эзекииль был призван к своему служению в дни лихие для Израиля. Это были годы плена, при первом потоке переселенцев в Вавилон, Эзекииль оказался в Вавилонском плену, о чем и говорит сам в начале своей книги. Плен этот был не просто каким-то тяжелым, таким временным испытанием, он полностью разрушил, как бы убил самую сердцевину жизни народа. Был разорен Иерусалим, был разрушен храм, в этом разрушении храма погиб ковчег. То есть всё то, на чём была основана связь народа с Богом, и что было смыслом жизни этого народа, сердцем его. Значит ли это, что нарушен завет Бога с народом? Значит ли это, что напрасно была вся история? Первая половина книги пророка Эзекииля, она содержит обличение, укорение, какие Господь через пророка обращает к народу, неверному своему народу. Во второй главе книги повествуется о том, как Господь посылает Эзекиилю некий свиток, и на свитке написано, и он развернул его предо мною, и вот свиток исписан, был изнутри и снаружи, и написано на нём плач и стон и горе. И пророк съедает этот свиток. То есть это символ того, что пророк в себя принимает то известие, то обращение, которое посылает Господь народу – плач и стон и горе. И действительно, плач и стон и горе постигли народ в вавилонском плену. Помните псалом на реках вавилонских, там, и седоком, и плакухом, который мы поём в дни, предшествующие великому посту? Потеря. Но как пост является временем возвращения, так и для народа Божьего началось время возвращения к Богу. И об этом пророчествует Иезекииль в последних главах своей книги. Он ободряет народ. В чём было такое особое значение храма для народа израильского? В храме святая святых находился ковчег завета. Ковчег завета осенённый херувимами, и в пространстве между этими херувимами удостоверялось присутствие Бога неким зримым таким облаком, какой-то мглой или облаком, которое как бы вбирало в себя славу Господня. Слава Господня – это присутствие Бога среди людей. Как Бог вёл людей во время их исхода из Египта огненным столбом ночи и смерчом, таким пыльным днём, так он присутствует среди своего народа в этом пространстве Скинии, и символ этого присутствия является ковчег между херувимами, которые осеняли его, повторяю, в этом пространстве являлась слава Господня. Она вмещает присутствие Бога, потом, ближе к новосоветному времени, стал именно таким термином шеклина именоваться, от слова близкого к критическому слову Скиния, то есть палатка, как бы присутствие Бога в неком общем пространстве со своими людьми. Это присутствие Божье, слава Господня, она в конечном счёте предвещает присутствие Бога со своими людьми в личности Христа Иисуса. В Евангелии Таанна об этом говорится так, «И слово стало плотью, то есть человеком, и обитало с нами полное благодати и истины». Так вот, «обитало с нами», по-русски переведено греческое слово, именно от слова «скиния», палатка, как бы сказать, вместе с нами в неком общем пространстве присутствовало слово, а иначе Сын Божий, воплощённый в личности Христа Иисуса. Так вот, такое обитание Бога среди людей в понятии Шекина исповедовали иудеи, и даже была такая фраза в раввинистическом учении, «Где двое или трое читают закон, там Шекина посреди их». Узнаёте слова Христа Спасителя, какие он призносит в Евангелии? «Где двое или трое соберутся, вы, мимо, и там я среди их». Так вот, вернёмся к книге пророка Иссыки Иля. Если первые из 48 глав этой книги, первые 24, это обличение, суд над Израилем, и потом следует пророчество о других народах, которые будут подчинены, которые перестанут быть препятствием на пути народа к встрече с Богом, то главы 33 и 48, они посвящены пророчеству о спасении, которое Господь обещает своему народу. Так вот, интересно, что обличения из Икииля, они адресованы народу не просто за нарушение каких-то правил жизни, они в особенности указывают на нарушение культовых, то есть таких священных, священнических действий. Общение людей с Богом в его предельном, так сказать, главном выражены богослужением, выражены храмовой молитвой, выражены жертвоприношением. И вот когда это общение людей с Богом в точном соблюдении завета, вне нарушения всех откровений, какие Господь посылает человеку, когда израильтяне могли вдруг поклоняться кумирам, соблазняться жизнью других народов, подчиняться их традиции, вот это было предательством, не просто, так сказать, ошибкой или каким-то дурным поведением, а именно предательством было. Это нарушение культовой практики, так скажем. Это не просто ревность о религиозной традиции. Культ в Израиле – это высший образ соединения с Богом, выражение верности. И в культе восстанавливается завет с Богом. В книге 10 пророка Изекииля мы читаем о том, как слава Господня покидает храм. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херевимами. И поняли херевимы крылья свои – это видение пророка Изекииля. Вообще видение Изекииля исключительно сильное, странное, трудно предаваемое в словах, но вот тут видение о храме. «Поняли херевимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подли них и стали у входа в восточные ворота дома Господня. И слава Богу Израилеву вверху над онами». Мы перед этим читали о видении Изекииля, в котором он видит славу Господню в таких странных образах некто на престоле, которые несут четыре животных, колеса многоочитые, вращаются, движутся одновременно во все стороны. То есть образ очень сложный, невозможно не предать в словах видение. Но этот образ, это видение Изекииля мы в то же время видим, когда входим в храм, и в иконостасе верхний ряд изображает Христа во славе, Бога, обращенного к людям на престоле, в символических, таком ромб, овал, каких-то красном и темно-зеленом пространствах, животные, лев, орел, телец, колеса многоочитые, крылатые, это все такие символы, которые увидел Иисекииль в своем в этом видении. Так вот, слава Господню покидает храм, народ, как бы, храм лишается присутствия Божьего. Но относится на восток, на восток был уведен народ в Вавилон, и слава Господня вслед за народом движется. Слава Господня не покинула храм опустелый, разоренный, но не покинула народ, вот что можно, как можно понять это видение. Мы далее читаем в 11 главе книги из Икииля. «Тогда Херемию подняли кылья свои и колеса подли них, и поднялась слава Господне из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города, и дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам, и отошло от меня видение, которое я видел». И так он пророк с народом, потому что и слава Господня обращается к народу своему. В 18 главе пророка из Икииля мы читаем о том, как слава Господня возвращается к народу. «Было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомены? Живу я, говорит Господь Бог. Не буду вперед говорить, не будете вперед говорить пословицу эту в Израиле. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына моя, душа согрешающая, та умрет, если кто праведен и творит суд и правду на горах жертвенного не ес и с идолом дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время отечения нечистоту не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагову покрывает одежду, в рост не отдает и лихва не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильно, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Итак, если в Израиле, когда-то была эта пословица «отцы ели кислого винограда, а у детей оскомина», и она имела в виду, что отцы согрешили, а дети за это отвечают, то пророк Иезекииль возвещает, нет, дети не будут отвечать за грехи отцов, если кто праведен, поступает по закону, живет благочестиво и не утесняет ближнего своего, тот праведен и будет жив. Ведь для истинного иудея должно быть памятным всегда, что жизнь дана Богом, и только в присутствии Бога человек по-настоящему жив. Эсхатологическое пророчество Иезекииля, то есть пророчество о будущем воцарении Бога среди народа своего, содержится в последних главах этой книги. Вот мы читаем это и в Паримиях на богородичные праздники. Если помните, вот вернемся к этому чтению. Это глава 43-44 пророчества Иезекииля. «По окончании дней сих, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам», – говорит Господь Бог. «И привел на меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сие будут затворены, не отворяться, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены, что до князя он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, пойдет путем притвор этих ворот, и тем же путем привел меня путем ворот северных под лицом храма, и увидел я, и вот, слава Господа наполняла дом Господа, и пални на лице мое». Итак, слава Господа возвращается в храм, и в храм возвращается сам Господь. Понятно, что мы именно самым таким глубоким символическим смыслом читаем эти слова на вечерний Богородичного праздника, потому что возвращение Бога в свой народ происходит его воплощением, его рождением среди людей. И храмом Бога, в который входит Господь, возвращается слава Господне, является сама Богородица. Такое величественное, эсхатологическое, не просто пророчество о новозаветных временах исторических, о пророчество о возвращении людей к общению с Богом, содержится в книге пророка из Айтииля. Начинается плач, стон, горе, завершается торжеством, возвращением. До следующих встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok